Бенди 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 Мы начинаем нашу программу, как обычно, в таком маленьком импровизированном телемагазине «Денди». И, как вы, наверное, уже заметили, наша экспозиция немножко тут поменялась. Во-первых, тут появляются какие-то новые коробки с неизвестными нам еще приставками. О них мы расскажем через несколько минут. Новые журналы, в том числе и новый журнал «Видеоаз Денди. Новая реальность». И новые картриджи в непонятных красочных коробках. Обо всем об этом через несколько минут. А сейчас, давайте, как обычно, начнем нашу программу с рассказа о 8-битных играх. В магазине торговой сети «Денди», в любом из магазинов, появляются эти картриджи каждую божью неделю. Вот, и сегодня мы хотим рассказать вам о новом картридже, который поступил недавно в продажу. Этот называется... не знаю, как это называется по-русски, по-английски. Значит так... Как это перевести, я понятия не имею, но, поиграв в ней, я понял, что даже без перевода это очень забавная и веселая игрушка. Райан и Стимпи шоу «Баки Руф». Игра с таким сложным названием оказалась простой и непритязательной. Правда, в самом начале у нас возникли непреодолимые трудности с прохождением первого уровня. Никак мы не могли зайти в лифт и уехать на второй этаж. Но вскоре догадались, что к чему, и все пошло-поехало как по маслу. Смысл игры. Космические приключения двух чудиков. Одного зовут Рен, а другого, как вы, наверное, догадались, Стимпи. Рен и Стимпи шоу. Вся жизнь этих странных человечков – одно сплошное шоу, состоящее из приключений, погонь и всевозможных комических ситуаций. С юмором сделана игрушка, что нас всегда привлекает в компьютерных играх. Чувствуется, что создатели относятся к себе с небольшой долей иронии и не делают из героев культовых персонажей, которыми и посмеяться нельзя, и подшутить. Попав в телепортатор, можно отправиться в открытый космос, где бороздят пространство астероиды, жареные куры и рыбий скелет. Понятно, что только куры приносят радость и энергию. Остальное, кроме денежных мешочков, смертельно опасно. Слева на экране довольно странной формой счетчик энергии. И тут чувство юмора не изменило программисту. Уровень не слишком трудный, но максимального количества очков мы не смогли набрать. Хуже больно, хорошая нужная реакция и быстрые пальцы. Большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, попытайтесь где-нибудь узнать, что такое Бакирус. А как только узнаете, напишите нам. Это была игра «Ренен Симпи Шоу Бакирус». Я обязательно посоветуюсь с лингвистами и узнаю, как же все-таки переводится этот невероятный набор английских слов. А сейчас перейдем к следующей игре. И это хорошо знакомый вам Марио. Марио начал шагать по экранам ваших телевизоров и ваших приставок давно, в 1988 году, благодаря одной фирме. О ней чуть позже. А сейчас давайте посмотрим 16 версии приключений усатого итальянского водопроводчика. Старый добрый Марио. Усатый знойный итальянский мужчина средних лет и упитанности. Сколько приключений выпадало на его долю, сколько раз он погибал от рук врагов и бузеров, и все равно вот уже почти семь лет бегает целый непредимый по нашим экранам, принося радость миллионам детей и стольким же взрослым. Куда только не заносила судьба Марио. Вот в 16 серии бесконечного сериала ему предстоит встреча с динозаврами. Привычное голубое небочка, традиционный Марио скифон, теперь несколько видоизменился и стал похож на 16-ти битный. Мастера вроде нас с вами, конечно, не обманешь, а вот новичку... Довольно трудно разобраться, 8 или 16. Постарались программисты на славу. Музыка заслуживает оценки 4. Увы, больше дать не можем, имея примеры гораздо более яркие перед глазами. В каждом уровне враг на враге и врагом погоняет. Столько всякой мерзости и хищности мы не видели ни в одном Марио. От последнего главного в первом уровне кровь в жилах стынет. Сейчас вы это увидите. Так что же, интересная игра или нет? Надо искать или не стоит трудиться? Вот что я вам скажу. Есть целая армия поклонников Марио. Этих людей хлебом не корми, дай погонять дядьку Палисандра Пополя. Они находят в этом почти религиозный восторг. Попробуйте и вы присоединиться к ним. Ведь ничем, в принципе, не рискуете. В крайнем случае, картридж можно поменять. Охотников до него вы найдете за каждым годом. Марио появился на видеоприставках в 1988 году по разработке фирмы Nintendo. Именно тогда, на 8-битной еще приставки Nintendo, Марио начал свое путешествие по волшебному миру в поисках принцессы, сражаясь с различными грибами и жабами. С тех пор прошло много времени, и фирма Nintendo разработала более совершенную и, я вам честное слово даю, лучшую приставку на данном этапе, который работает в режиме 16-битного процессора. Фантастическая графика, великолепная музыка, потрясающий дизайн. Да посмотрите, даже элементарно, если возьмем один картридж, во-первых, в какой он коробке красиво находится. Видите, какая красивая коробка, цветная. А когда мы откроем ее, то там, там мы увидим, во-первых, конечно, описание игры, цветной красочный буклет и сам картридж. Смотрите, вот картридж. Посмотрите, какое он серьезное, какое серьезное инженерное сооружение. Это похоже на маленький какой-то плеер. В нем находится до 30 мегабайт памяти, которые и позволяют вам играть долго, интересно и видеть перед собой очень красивую картинку и очень интересную музыку. Давайте мы с вами поподробнее познакомимся, что же такое Super Nintendo. Потому что с сегодняшнего дня приставки Super Nintendo поступают в продажу в торговую сеть Dendy. И если вы раздумываете, какую вам приставку покупать и не очень стеснены в средствах, я вам советую покупать только Super Nintendo. Почему? А давайте посмотрим. Революция в мире новой реальности. Приставка 21 века с вами уже сегодня. 16-битный процессор потрясающей работоспособности. Чудо-музыка, фантастические краски и филигранная анимация. Даже старые знакомые игры расцветают в формате Super Nintendo новыми гранями. Вчера о ней можно было только мечтать. Сегодня мы уже показываем ее вам. Завтра. Завтра она будет у вас дома. Вы еще не верите своим глазам и ушам? Спокойно. Так было и у нас. Теперь с нами Super NES. Теперь все будет хорошо. Вы, наверное, заинтересовались, что же такое Super Nintendo и хотите узнать о нем поподробнее. Мы в каждой нашей передаче будем рассказывать обо всем, что связано с этой приставкой. Ну а сегодня это будут два картриджа, которые я хочу вашему вниманию предложить. Давайте начнем со знакомого. Дело в том, что вот этот картридж, который я вам показывал, это Aladdin. Да, это тот самый Aladdin, который давно вам известен по приставкам Sega. Но в исполнении Super Nintendo это совсем другая игра. Аладдин для Super Nintendo. Эта игра хорошо знакома вам в формате Sega, поэтому много мы о ней рассказывать не будем. Я хочу лишь обратить ваше внимание на великолепные оттенки цветов, которыми вообще славится система Super Nintendo, музыку и, пожалуй, то, что у Aladdin нету ни меча, ни пистолета. Как обычно, это яблоки и ловкость и смекалка. Aladdin Super Nintendo. Аплодисменты Аплодисменты Продолжение следует... И второй картридж, который я приготовил для рассказа о представке Супер Нинтендо, называется Super Mario All-Stars. По-английски это звучит Super Mario All-Stars, а по-русски значит «все звезды Супер Марио в одной игре». Дело в том, что в этом картридже спрятаны первая, вторая, третья и четвертая версии этой популярнейшей игры, которую, напомню, придумала и разработала фирма Нинтендо. Теперь Марио неотделим от названия Нинтендо, и, уверяю вас, каждый человек, который начинал знакомство с приставкой Нинтендо, обязательно встречался с Марио. Мы уже поминали Марио добрым словом в нашей сегодняшней программе. Так вот, для той армии поклонников усатого толстяка этот картридж — настоящее сокровище. Все серии в одной игре. Разработчики Super Nintendo по праву гордятся своим детищем. В одном картридже они умудрились разместить столько информации, что компьютер едва успевает ее обрабатывать. Только вы поиграли в Super Mario 1, как вторая серия на подходе. В третьей части он может летать и превращаться в енота. А в спецвыпуске Hidden Levels, что в переводе на русский означает «скрытые уровни», вы найдете то, чего не видел никто. И доступные прежде миры и области откроются перед вами во всем своем таинственном величии. Самое главное, чуть не забыл, игры можно записывать или, как говорим мы, профессионалы, «сейвить» — от английского слова «save» — «спасать». Играли вы играли, дошли до сумасшедшего какого-нибудь уровня, а тут надо уроки садиться делать или ведро вносить. Выбираете в меню режим «save», пишете свои инициалы и выключаете свою Super NES хоть на неделю. Через любое время вы сможете начать игру с того уровня, куда дошли. Да заодно только эту возможность инженеров и программистов Super Nintendo надо было бы расцеловать. Да и не только за это. Я забыл совсем искать о новинках в области полиграфической промышленности. И это новый выпуск журнала «Видео-Аз. Дэнди. Новая реальность». Ну, конечно, кроме того, что обложка яркая, но это всегда бывает, тут очень много интересных материалов по поводу игр. Как обычно, этот журнал невозможно отложить, пока не простёшь от корки до корки. Он недавно появился в продаже, и я вам очень рекомендую его купить. Даже те из вас, кто много знает про компьютерные игры, всё равно найдёт только себя очень много нового и интересного. Ну, а мы сейчас давайте-ка отправимся в магазин «Дэнди» на Красную Тринску, где произошла встреча наших поклонников с творческой группой нашей передачи. Посмотрим, что там происходит. В магазине «Дэнди» собралось столько народу, что, как говорится, некуда было картриджа упасть. Мы не знали, что у нашей программы так много поклонников. Посмотрите на моё лицо. Нет, я не вышел из бани и не заболел. Дело в том, что мы с вами присутствуем на первой в истории встрече передачи «Дэнди. Новая реальность» со своими поклонниками. Все смотрят передачу «Дэнди»? Да! Кому нравится передача наша? Ну что ж, значит, сегодня мы с вами поговорим. Вы нам будете задавать вопросы. Я хочу представить вам Дениса и Сашу. Встаньте, ребята. Поприветствуем их. Эти ребята, по крайней мере, в этом городе, а может быть и во всей стране, лучше всех играют на компьютерных приставках, потому что это их работа. Поздоровайтесь, ребята. Здравствуйте! Вот. Ну что, я могу сказать. У кого из вас есть какие-то вопросы к нам? У тебя есть вопросы? Слушай вопрос. Как можно заправиться в игре «Топ-ган-2»? С кем дерется «Бэтмен» в конце первой части? Сколько уровней в «Топ-ган-2»? Как ставить кофе в игре «Супер-Монако» «Грам-при-2»? Что делать с «Нейк-2» в четвертом уровне? Там нельзя подняться высоко. Мы увидели, что произошло, и нам пришлось силами охраны магазина немножко тут навести некоторый порядок и освободить помещение для того, чтобы действительно можно было спокойно поговорить. Но этот случай еще раз доказывает, что мир компьютерных игр необычайно привлекателен, и человек порой даже не может с собой совладать. Он ничего не перестает, все перестает понимать. Я даже не могу сказать, как следует. Он перестает что-либо понимать, и прет, как Соник-супер-ежик, ничего не разбирая по пути. Ну вот у нас осталось несколько человек, так сказать, которые себя вели довольно пристойно. Давайте с ними и поговорим, познакомимся. Меня вот больше всего заинтересовала вот эта девочка. Иди сюда, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Марианна. Сколько тебе лет? Семнадцать. Я сразу понял, что Мариане уже, так сказать, не так мало лет, и она задавала мне вопросы по компьютерным играм, если вы это видели в той толкучке. А расскажи, давно ли ты играешь, какая у тебя приставка, и как почему ты увлеклась такая довольно уже зрелая девушка, таким детским, как считается, занятием? Я купила всего только две недели как приставку. Но просто я видела у очень моих много друзей. Я пыталась играть, но все-таки, когда играешь с друзьями, когда встают целую очередь за игру, очень тяжело играть, поэтому не умеешь научиться ничего не поиграть. Сейчас я купила свою приставку, и вот пока две недели от нее не отхожу. Мама очень долго спорила, потому что я у нее целый год выпрашивала деньги. Но в конце концов я сказала маме, у меня скоро день рождения, я больше так не могу. Мне стыдно ходить к друзьям. Я хочу играть сама. Сейчас у меня с мамой скандалы, потому что она вечерами хочет смотреть Марию, и я хочу играть. Маме дай пистолет, сама джойстик, и вперед. Я пыталась ее уговорить, я не раз ее пыталась. Она просто как-то улыбается и уходит. Вот мальчишкам нравится в компьютерных играх, что можно бегать, стрелять, все взрывается, блестит. А что нравится девочкам в этом? Ну, вы знаете, я играла в русалочку, я прошла ее всю. Снейк я играла, как вы уже видели. Потом мне нравится играть в тетрес. И я не знаю, как экран называется, джи-джи, что ли, там человечек бежит. Надо... В одни стал бы врезаться, в другие нет. То есть тебе нравятся игры, где нужно немножко думать, да? Да. Я просто не люблю... Ну, я не мальчишка, я не люблю драки. Не люблю... Мне больше нравится что-нибудь такое вот. Более женственное девичье. А смотришь на же передачу или нет? Я смотрю, я ее периодически смотрю. Только вот обидно, что вы рассказываете много про Сегу и мало про Дэнди. Все-таки хотелось бы больше. Вы часто говорите, вот вам прислали конкретные вопросы, а вы на эти вопросы не отвечаете иногда. Скажете, что вот, вот с таким вопросом прислали. Ты права, мы такую вину за собой знаем и принимаем твой упрек в том, что мы много рассказываем о Сеге и почти... Ну, то есть, мы меньше рассказываем про Дэнди. Мы теперь будем про Дэнди рассказывать больше, но не только про Дэнди, а еще... Ты, кстати, знаешь, что такое Супер Нинтендо? Нет, я не знаю, что это такое. Мы с удовольствием продолжаем нашу компьютерную лотерею по регистрационным карточкам, которые вы отсылаете в адрес фирмы Дэнди. Москва, 34, причистенка, дом 40, Дэнди. И с этого момента попадаете в компьютерный банк данных, в котором мы, вернее, не мы, а наш компьютер роется, копается и находит каждый раз одну фамилию и один адрес. Так же будет и сегодня. В качестве приза мы решили выбрать вот этот замечательный картридж, который называется Марио Брос 16. Это 16-е по счету приключения Марио. Кстати, об этой игре мы рассказывали только что в нашей программе. Итак, Марио Брос 16 через одну минуту найдет своего владельца. Вперед за мной в компьютерный центр обработки данных. Здесь в компьютерном центре, как обычно, тишина и пустота. И только наш неугомонный компьютер с утра до ночи, не зная ни сна, ни отдыха, перемешивает ваши фамилии и адреса для того, чтобы я пришел вот так вот, нажал одну кнопку и все узнали имя счастливца обладателя приза нашей электронной лотереи. Приз я вам уже объявил и все, что мне остается сделать, это нажать на кнопку нашего компьютера. Посмотрим, что это будет. Как обычно, я, конечно, на экран не смотрю. Итак, Дунаев, К.Н. Московская область, город Вербилки, улица Войлокова, дом 4, квартира 701. Дунаев, К.Н. Константин или Кирилл? Я не знаю точно, но Дунаев, тебе повезло, ты стал обладателем нашего приза. И, как ты помнишь, претендентом на главный супер-приз, который мы вручим победителю нашей супер-электронной лотереи через несколько месяцев. Удачи вам и успехов! На ежегодном собрании дилеров фирмы «Дэнди» в респектабельном отеле «Пента Ренессанс» встретились слоны и слонихи из более чем 20 городов России. Они обменивались своими планами, хвастались успехами и пили свой фирменный слоновий лимонад. А потом самым прилежным и шустрым давали призы и медали. С одним таким везучим мы и поговорили. Нам нравится, что люди любят «Дэнди», и мы помогаем им еще больше любить и иметь у себя в доме такую приставку замечательную, которая нравится не только взрослым, но и детям, бабушке, дедушке. Не только детям, но и взрослым, вы очевидно хотели сказать, да? Естественно, да. Бабушке, дедушке просто балдеют от таких приставок, потому что с ней очень легко, с ней очень приятно. Она замечательно помогает провести время, она отрывает детей от улицы, от бандитства и от дурных мыслей. И помогает просто развивать, не в наших условиях, когда уже перестали заботиться о детях, она помогает просто людям и детям развивать свои логические и мыслительные способности, играя в разные сложные и простые игрушки. Вы ожидали сегодня получить эту медаль? Нет. Честно говоря, мы работали-работали, тихо, спокойно, уверенно, ну, может быть, с надеждой какой-то работать еще лучше в будущем. Ну, я думаю, эта медаль какой-то этап в нашей работе. Что она даст вам? Может быть, вам лучше большую сумму денег было вручить, нет? Вряд ли в моральном удовлетворении можно сравнить с вручением большой суммы денег. Потому что, в принципе, мы люди, а не банки, которые радуются каждой тысяче долларов. Человек, в принципе, работает, ну, в мире больших и маленьких чувств. И вот это небольшое вознаграждение за тот труд, который мы получаем, в принципе, очень приятно. Деньги я смогу заработать и сам. Читая ваши письма, я не мог удержаться от того, чтобы не открыть в нашей передаче уголок литератора. Действительно, во многих ваших посланиях есть стихи, рассказы и всяческие байки. Но меня больше всего интересуют стихи. Вот, например, так вот вдохновила компьютерная игра и компьютерные приставки Корыхалина Павла из Москвы, а 502 улица фестивальная и так далее. Вот что пишет он о компьютерной приставке. «Она всегда согреет стужу, в жару вас охладит всегда, с ней радость ваша прет наружу, с ней ваше горе ерунда, волшебный мир ее героев в игре вам будет помогать, вы драться будете бок о бок и негодяев убивать. Когда увидите гейм овер, не надо в бешенство впадать, а просто поменяйте картридж и начинайте вновь играть». Вы знаете, тут целая поэма, я ее все читать не буду, но право же, как в средние века красивые барышни и прекрасные баронессы вдохновляли поэтов, так и сегодня приставка Дэнди, незрачная на вид, может вдохновлять вот на такие вот поэтические первые. Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах Дэнди. Красная Пресна, 34, Петровка, 12, переход метро, театральная ГУМ, телефон 245-19-96. Нашу передачу упрекают в том, что мы рассказываем только о компьютерах и только о компьютерных играх и совершенно забываем о природе, которая вокруг нас неправда. В нашей передаче есть и деревья, и цветы. Шутка. Производство рекламных роликов, размещение в любом телевизионном эфире по самым низким ценам, 40 видео, телефон и факс, 255-887. Поручите вашу рекламу профессионалам. Ну вот и подошла к концу наша передача. Я надеюсь, что вам понравилось все, о чем мы вам рассказываем. Вам понравилась приставка Супер Нинтендо, и уж конечно вы с удовольствием узнали о новых играх. Все то же самое, только еще лучше, еще интереснее ждет вас ровно через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok